Сегодня эти мужчины с грустью в глазах вспоминают, как, будучи совсем юными, в 18-20 лет воевали, спасали друг друга из-под обстрелов и рисковали жизнью. Афганская война стала самой кровопролитной в истории нашего народа после Великой Отечественной. Она длилась долгих 10 лет. Сегодняшняя встреча началась с вручения ветеранам почетных орденов, памятных медалей и других знаков отличия. В свою очередь, Одесский союз воинов-интернационалистов вручил Сергею Кивалову орден по случаю 30-й годовщины вывода войск из Афганистана. После чего для воинов-афганцев студенты Одесской юрокадемии устроили праздничный концерт. На сегодняшней встрече некоторые сослуживцы встретились спустя десятки лет. Валерий Курдос за свои заслуги был удостоен двумя орденами Красной Звезды и другими знаковыми наградами. По опыту этих дней я вот встретил людей, которых 30 лет назад вместе были и вдруг на тебе мы их выручили. Они живые остались. Это до того приятно. Обязательно нас вот встречать. Вы понимаете, вот мы живем в основном сейчас воспоминаниями, мы помним этих людей, которые геройские подвиги завершили. Мы их помним. Статистика утрат поражает. Более 2,5 тысяч земляков не вернулись из Афганистана. Порядка 8 тысяч получили ранения, а более половины из них вернулись домой инвалидами. Вскоре после окончания войны государство отвернулось от ветерана в Афганистан. Подобные мероприятия дают им возможность вспомнить былое и поделиться воспоминаниями. Три с половиной тысячи они не вернулись в свои семьи. Это то, что касается нашей страны. Знаете, это большая трагедия для семьи. И остались семьи. И вот они, те, которые находятся здесь в этом зале, воины-афганцы, герои, они поддерживают друг друга. Они поддерживают семьи погибших, тех людей, у которых остались семьи. Вы знаете, это такое хорошее братство. Они очень сильные. Воинов-афганцев мы должны поддерживать всячески. И то, что сегодня государство практически не выделяет денежных средств на поддержку своих героев, это, наверное, неправильно. И мы будем все делать для того, чтобы преодолеть это. Конечно, большое спасибо Сергею Васильевичу за то, что помимо того, что он традиционно устраивает в стенах Юракадемии эти встречи, и не только в канун 15 февраля, он нас приглашает на мероприятия, связанные с Днем Победы, с Днем Освобождения города. Мы часто собираемся здесь, в этом зале, и очень плотно дружим, сотрудничаем. Одесский областной союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане насчитывает свыше 7 тысяч человек. Его структура уходит в городской союз, в котором состоит около 2800 членов. Сергей Кивалов многие годы поддерживает организацию. Выступает с инициативами в поддержку воинов-интернационалистов. Вот эти наши встречи, каждый год мы организовываем, вот эти наши встречи, это нас объединяет еще больше. И вот спасибо огромное, хотелось бы сказать Тивалову Сергею Васильевичу, за то, что он сегодня сделал такое для этих ребят. Это вот генофонд, вот это, которые сидят тут, это генофонд, золотой генофонд нашей жизни сегодня. Когда Сергей Васильевич стал народным депутатом, конечно, у него было больше возможностей для того, чтобы как-то нам оказывать помощь. Это очень долго перечислять, какую там он помощь наделал. Но я говорю одно, что любой, кто не обращается к нему, или через нашу организацию, или напрямую, никогда не был отказан. Такие встречи уже давно стали традицией, как по случаю праздников, так и в неформальной обстановке. Сегодняшние мероприятия не исключение. Многие воины-афганцы обсудили с народным депутатом, в том числе и свои насущные проблемы. Ведь они точно знают, что обязательно получат здесь необходимую помощь.